Тем временем в республике по мере возрастания толщины льда поэтапно повышают грузоподъемность уже открытых ледовых переправ. Однако не все водители пользуются официальными переправами и пытаются сократить дорогу обходными путями. Нарушителей ловят ГИМС и ГИБДД в ходе регулярных рейдов. Сюжет Виталия Абрамова. Это зимний, понимаешь, что там я проеду, что я здесь проеду. Тем более там по льду, а здесь по пескам. И в этом есть своя правда. Однако закон есть закон. И Виктору Константиновичу, выехавшему за пределы официальной переправы на рыбалку, все же придется заплатить административный штраф. Санкция данной сети предусматривает наложение административного штрафа на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона. Так чем же опасно такое сокращение пути, кроме штрафов? А тем, что эти стихийные переправы никто не проверяет на безопасность и не контролирует толщины льда. Случаев провалов техники в нашей республике, к сожалению, не редкость. Проводятся разъяснительные профилактические беседы как с водителями, так и с пассажирами. Во взаимодействии с ГИБДД, с административными комиссиями, транспортной полицией на территории республики составлено более 80 протоколов по статье 9.10. Таким образом, только за полчаса, что мы работали с комиссией, было проверено порядка 20 автомобилей. Так что, господа авторлюбители, не рискуйте зря жизнью и содержимым кошелька. Близ столицы республики действует сразу три официальных переправ, а такие рейды носят регулярный характер. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.